друзья всем большой привет мы сегодня приехали в наш любимый парк порта вентура этот парк для семейного отдыха есть аттракционы для детей для взрослых спокойные он пока пиканты на любой вкус и цвет в общем мы сегодня будем отдыхать с вами здесь посмотрим что в парке есть нового мы давно здесь не были последний раз это полтора года назад зимой последний раз я приезжала сюда зои поэтому обновим заодно информацию по порта вентуре и что мы здесь нашли сразу на парковке есть бесплатные электрозарядки не может не радовать мы ставим свою машину на зарядку потому что нам не близкий путь до этого парка дома где-то 120 километров час 30 пути и 25 процентов зарядки у нас эта дорога отнимает мы сейчас подзарядимся и пока будем наслаждаться парком гулять отдыхать машина будет заряжаться и будет готова к нашему отъезду ну что значит по паркингу много здесь мест для тех кто приедет на машине сюда можно добраться на автобусе на поезде наверное даже на велосипедике но я сегодня расскажу сколько вход в парк стоит сколько стоит экспресс и сколько здесь стоит покушать какие аттракционы есть в общем вся полная информация по парку сегодня видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и все побежали быстрее на аттракционы мы прошли контроль и что мы здесь видим работающие фонтаны и этого я не видела уже давно прям дорого-богато с учетом того что засуха в каталунии и везде фонтаны отключены здесь прям как шикуют билеты порт-авентуру можно купить в кассах парка либо онлайн мы хотим купить сейчас экспресс и поэтому стоим в газу чтобы купить экспресс и пока у нас парк еще не открылся людей достаточно много мы сейчас тихо экспрессов 95 евро а стоимость на одного человека вход в парк 52 а еще парковка и да парковка стоит 14 евро а еда ну посмотрим насколько мы на езде а единственный отель который находится в самом парке это отель который называется порт-авентура все остальные находятся за пределами вот как раз вход в этот отель мы заходим уже в непосредственно сам парк для того чтобы мой вестибулярный аппарат был в норме я выпью специальную магическую таблеточку ну и все теперь четыре часа можно кататься только хочу потом снова таблеточка и снова в общем кого укачивает не забывайте с собой какие-то средства потому что есть разные горки которые придают голове немножко такой волнительности да все вперед в парк а а а и и и и и и и и решили начать все сморки с мокрых город здесь их три покажем все это горка мокрая работает даже в зимний период потому что она так мочить не сильно а вот остальные 2 там сухим точно не выйдешь из аттракционом аттракцион гранд каньон может быть популярен не только у тех кто поедет на самих аттракционах тут даже есть развлечение вот для таких пешеходов как мы есть специальные пушки стрелялки которые за дополнительные монетки позволяют обшикать опрыскать того кто катается сейчас на лодке вот парень стоит сейчас мальчик как раз держит такую пушку стоимость пушки 2 евро и вот отсюда можно потом шпулять повод водой стрелять на катал катающихся поэтому в принципе сухим можно выйти из воды из никто не будешь пулять если кто-то зарядить свою пушку то может достаться оба бога коридор по которому идем мы это для экспрессов и вот рядышком обычные билеты очередь вот уже есть хотя парк только-только открылся 10.30 аттракцион только начала начала свою работу уже здесь но на полчасика а у нас ожидание аттракциона займет на я думаю ровно там полминуты потому что совсем экспресс пустой за нами все идет мужчина с мальчиком вот и в принципе все начинаем ехать ждем вон наша лодочка надо еще сходить за пивком а то с водой не очень весело так вот наша лодочка и что наш первый аттракцион так фирменный стаканчик зона самыми экстремальными горками здесь находятся два аттракциона это шамбала и дракон здесь же виден ferrari land и здесь же виден самый страшный аттракцион который называется кондор мы его жутко боимся но катаемся вправляемся сейчас в другую зону есть один аттракцион на который мы часто попадаем на первый ряд и в очередной раз мы снова на первом ряду даже с нашими экспресс пас если кто-то хочет проходить на первом ряду таких популярных аттракционов как шамбала дракон либо фарга необходимо покупать дополнительный экспресс который стоит 5 евро за то чтобы проходить на первом ряду либо стоять очередь и там уже распределяют места как кому повезет но вот нам всегда везет с этим паровозиком и мы снова на первом ряду так что сейчас я буду снимать видео давай сейчас поставлены напитки и поеду с вами кататься на паровозике очень классный и вот так вот мы приезжаем сейчас с нами есть табло информационное какие где очереди и я вам хочу показать чтобы те кто приедут сюда понимал какая будет примерная очередь ожидания если прийти без экспресс паса ну что давайте посмотрим во первых в парке открылся новый аттракцион самый первый он у нас по экспресс пасом не подходит 220 очередь экспресс пас подходит там где за такой вот экспрессик и вот например фурио собаку сейчас два часа очередь на него на шамбалу не видно так что еще у нас есть а на шамбалу есть час двадцать шамбала паровозик на котором мы сейчас катались вот 20 минут очередь гранд каньон 40 минут ну пришли на очень интересный аттракцион тут никто не ездит никакие машинки хочу сюда сходить с глебом здесь есть небольшая очередь буквально минут на десять нам сказали вот такой вот хвостик экспресс сюда не действует называется секреты майя с глибо не очень нравится что надо ждать и что здесь экспресс не работает но зато в теньке там не такой видеть зелени прямо добавишь просто пахнет что это такое сейчас я тоже понюхаю может и вкусно не ничем не пахнет мы стоим ждем сейчас уже запускают по очереди людей сказали что где-то плюс-минус минута 10 ну а 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 и а а и и и и и в общем если на эту комнату не очень большая очередь то очень советую сходить мне нравится повеселяющим в этом самом на тебе даба есть такого же плана примитивно это классно да реально непонятно иногда а там все понятно интересно что здесь друзей и дозирует людей не так много запускают какой-то момент мы все собираемся в одну кучку потому что не можем найти конечную конечную дверь где вы видите чем классный аттракцион рядом с этим аттракционом находится страх страшный мы пока его уходим стороной идем куда-нибудь что мыть есть начну показывать немножко цены на еду в парке чтобы тоже ориентироваться здесь можно с собой брать что-то кушать либо уже покупать еду здесь вот в одном из ресторанчиков который называется кактус эспресс здесь можно взять либо вот меню они предлагают за 12-14 евро куда входит картошка напиток ну там хот-дог либо какая-то шаурма либо возможно салатик выбрать за 695 буррито 750 рестораны здесь есть очень даже миленькие вот готов стол к обеду открываются ресторанчик и в 12-30 в основном и здесь есть меню дня которая стоит 28 евро сейчас подойдем не мы в такой не пойдем да тут указатели всегда есть что в какой зоне вот цена на еду можно себе вот посмотреть если что есть меню дня за 28 это тут какие-то чипсы еда напиток типа или может быть сидр какой-то пошли возьмем давай давай какая-то да есть очень много здесь вуде вуде это фирменный знак это лицо этого парка тогда расскажи ты сейчас у них человек появился получается десна и все выкупил и порта виндура на задумалась надо бы нам какого-то тоже героя купить вот у них шляп а что у них еще есть вроде понятно и сезам улица сезам улица сезам тоже это классно давай в этой части есть тоже аттракцион который называется томагавка это поездок который катает и глеб этот аттракцион не очень любит потому что он туда не вмещается а мне вообще нравится веселый паровозик но мы сегодня на нем кататься не будем потому что она получается что только я там могу сесть расстояние от спинки до вот это вот спереди преграда конца этой вагонетки есть еще у меня вот это вот длина ноги я просто не могу физически там здесь вообще это когда фильме вы еще имеете ввиду вот такой аттракцион по-моему здесь ты лэнди везде вмещался да ну да да здесь вот в этот вот по по ноге не вмещаюсь а в контур они не в том дракон дракон не вмещаюсь по высоте очень сильно зажимая здесь вот это крепление и получается больно ехать на вашем месте в виду если у вас трос под два метра то могут быть на некоторых аттракционах вот такие вот неприятные моменты если вы такой как я или такая как я то вообще все аттракционы вам доступны максимально комфортно все мы пришли до следующей еды сейчас я вам покажу рестораны в этом месте здесь уже такие сэндвичи сэндвичи ну вот 695 самый дорогой ну то батон с хамоном такое есть мы не хотим мы хотим что ему и более основательное зона где можно потратить еще дополнительные деньги всякие игры пройду через магазинчик покажу вам что здесь например в каждом здании что-то имеется например здесь сувенирная продукция какая-то улица сезам кружечки вот кружка стоит например 1295 кепочка 1495 вот маечку если вдруг кто-то интересная цена то ой не вижу цены 1795 майка стоит но в принципе цены примерно такие как мы тебя покупаем майки не супер дорого детский отдел какие-то штучки для детей есть мы все выходим а вот аттракцион который сейчас вот новый открылся и там очередь на нее просто безумная и тут нету экспрессов вот такая вот имитация колодца и здесь из ведра льется постоянная водичка и можно подойти охладиться освежиться как девчонки так вот такие вот фонтанчики вот видите люди приходят очень популярная здесь место уголок такой свежести вот мы идем на аттракцион silver river я вам хочу показать сколько здесь очередь без экспрессов так у нас написано что здесь час тридцать нужно ждать без экспресса и вот мы пойдем на экспресс это такое лето что даже на экспрессах есть очередь я думаю что это очередь на 15 здесь и надо учитывать что-то мокрые горки здесь очереди будут потому что в такой жаркий день всегда хочется освежиться а чтобы понимать о каком дне мы говорим о какой температуре сегодня у нас 17 июля на улице плюс 31 градус но нам повезло на небе такие вот не видно небо особо голубого облачка сегодня нет жары если духа там сюда были кстати очень я помню что он сидел временно и даже он однажды на лестнике сидел в новых штанах и жевачку там споймал даймы и так и не смогли качественно полноценно тереть это такое лето набились как селедки в консервную банку садят всех почистить под четверо по пять людей на бревну раньше такого не было садались один здесь один там вообще вдвоем на бревне всегда всегда и летом но тут безумное количество людей необходимо ждать даже на экспресс поэтому подъем мы срули гляб покажись камеру я полностью тоже вся мокрая но глеб самый первый сидел он принял весь удар на себя так выходим с этого аттракциона идем есть все мокрые насквозь здесь зона где можно посмотреть кто как катался он видит глеб а я сзади глеба кстати меня вообще не видно все выходим экспресс рабочая штука очень рекомендуем так мы идем сажиться в ресторанчик который уже открылся он находится прямо с левой стороны у нас здесь действует принцип как-то не шведского стола когда на подносиках собираешь самообслуживание вот стейк хаус называется наверное он вот мы туда и пойдем во ребрышки есть 1150 курица 925 бутифара вот есть картошка это прям целый обед барбекю а нет это уже не бутифара барбекю меню нам представлена салат начиси какие-то здесь есть салат с тунцом 625 я его возьму наверное да цены ну более-менее здесь нужно взять поднос застелить вот такой вот скатертью выбрать понравившуюся еду и все и оплатить а потом за столик садиться и кушать так мы взяли для хлеба ребрышки я взяла себе колбаски и все осталось только взять напитки бургер 925 вот такие вот здесь готовятся вот такая здесь столовка столиков много и мы вот сели с видом на улицу здесь гуляют друзья мы будем здесь обедать глеб сколько мы отдали за наш обед приятным моментом является то что этими столиками можно пользоваться даже если вы просто пришли со своей едой не обязательно здесь что-то покупать заказывать можно прийти со своей собой удобно разместиться в теньке и покушать но если гулять уже по полной то я тут увидела ice cream shop и собираюсь взять себе на десерт мороженое так ну что мы на картинке видим вот такую вот красоту розовенькую и сейчас посмотрим что же нам подадут вот такую вот плюшку подали мне я рассчитывала на прозрачный стаканчик чтобы я видела как это красиво в слоях выглядит сверху здесь напенили из обычной бутылки сливок уложили маршмеллоу но я единственное что рассчитываю что это очень вкусно потому что за 750 это удовольствие не самое дешевое так сказать но мы сегодня отдыхаем все дела поэтому я решила себя побаловать на этой неделе у меня читмил в понедельник следующие все шесть дней мне предстоит отрабатывать сегодняшнюю поездку мороженое очень вкусное прям супер если бы я знала что мороженое такое вкусное я бы не брала эту колбаску с картошкой уже лучше бы съела калорийную бомбу вот эту супер дорого конечно ну и колбаска как бы здесь не сильно дешевая еда здесь дорогая а мы особого удовольствия не получили для как-то и ребра скиблей ну среднюю совсем среднюю обычную но он бывает и хуже такой но можно есть вот так а мороженое отличное супер если так случается что у вас не получается приобрести экспресс пас максимальный здесь есть экспресс пас который позволяет прокатиться один раз на самых интересных аттракционах он стоит в районе 40-45 евро но если этот вариант вам недоступен то в обед здесь очередь намного меньше все уходят пообедать куда-то отдохнуть и даже например сейчас вот на silver river в два раза меньше очередь чем была вот там буквально час назад до того момента пока мы уходили обедать поэтому вот такие лайфхаки можно ловить во время обеда очереди везде уменьшаются одна из зон которая мне очень нравится посмотрите какие здесь деревья красивые с лианами такие висят все утопает в зелени пальмочки бананы вокруг растут мы идем на очередной мокрый аттракцион летом они самые популярные они классные промокнутся свяжутся милое дело нас снова ставят на первый ряд это первый ряд мокрых горок я думаю что этот аттракцион нас тоже сухим не отпустят тот как правило на первом ряду окатывает с головы до ног если правильно готовить надо майку снимать вот такая жира ну вы как бы народ он без мая кто в купальниках кто без мая чувствуется так на воду езжает и вот сейчас ну и поскольку мы на первом ряду я могу красиво поснимать немножко этот аттракцион который так спокойно начинается спонсор нашего душа тут тут и сплэш я не знаю душ за пять секунд о да классно но для жары это эфферен супер да просто супер в общем можно голову сегодня мыть уже помылись вот вот Глеб собственно все мокрое она прям пузыряться прям капает с него посмотрите аж просто выжимать можно ботинки квакают шорты капают майка насквозь и все это благодаря вот этой вот карусельке этому аттракциону который возит вот на таких лодочках людей поднимает на горку ну и потом они летят уже с горы так здесь еще есть такая комната ужасов ужастик который называется рек экспириенс он оплачивается отдельно восемь евро стоит вот можно купить и это все дело посетить но если честно мы не знаем ни что там происходит ну вот тут вот есть магазинчик с этим всем делом так стилизовано все под фильм какой-то ужасов ну там явно про зомби но в основной билет хоть не включен 8 евро на этой кассе можно оплатить и пойти жаль что хоть не включен я бы сходила но 8 евро сегодня не знаю не очень хочется платить может быть в другой раз как-нибудь пока мы ходим по другим горкам идем на одно из самых моих любимых развлечений это на войнушку водную тоже мокрая горка я вначале сказала что их три водных горки на самом деле их 4 горных водных 4 водных аттракциона здесь аттракцион на который мы сейчас пойдем он им безумно нравится потому что он веселый простой главное попадать в соседей водными струйками и вместо обещанного аттракциона мы оказались на террасе дома а все потому что снятого материала так много что я решила разделить наш поход в портаментуру на два выпуска поэтому совсем скоро я думаю что к субботе я подготовлю вторую часть но а сегодня получается что все спасибо за ваши лайки за комментарии подписывайтесь если вы не подписаны еще на канал а мы совсем скоро с вами встретимся в новом выпуске из портавентуры продолжим увлекательное путешествие по этому замечательному парку развлечений а я вас всех обнимать всем не скучать до новых встреч всем пока пока